Старый носок, ношеный, с дыркой. Ну, как всегда, меня загинули опять под кровать. Кстати, самое что интересное, хоть я уже и прохудившийся, а меня не выбрасывает, я типа, да, девочка. Я почему-то там лежу и лежу. Хотя, да, я знаю почему. На мне такой красивый рисунок, там нарисован единорог. Когда-то эти носки пару, а так как я остался один, а где моя вторая пара, я не знаю, честно. Подарили ей на день рождения. И, к сожалению, нас разъединило. Я остался один и валяюсь теперь под кровать. Она, наверное, и забыла уже, что я там лежу. Может, хоть мама найдет меня там. Наверное, на этом и все. Потом выбросил. Алиса, ты нож в крови. Нож в крови? Да. Начинай рассказывать. Не надо придумывать историю. Она должна сама идти. Потом. По ходу воображения. Давай. Я необычная наша. Вручную работу. У меня даже есть татуировка. Камерка. Ладно, что-то не так. Я никому был не нужен. Убежал на полке. Потому что я тупой. У меня нельзя ничего резать. Но тут... Ребенок взял меня. Но хоть я и тупой, но наконечник у меня острый. И он пальчиком тык. И кровь потекла по мне. Теплая. Какая-то прям... Много запаха, как у меня, кстати. Такое. С металлом. Да. И ребенок, конечно, испугался. Выкинул меня. У меня так стало больно. Я же валяюсь. И меня никто не поднимает. Что сделала, мать? Взяла и меня, и помыла. И спрятала так далеко, что я даже не вижу ничего перед собой. Так и закончилась моя жизнь. Молодец.